Привет, друзья! С вами Дмитрий Медведев, школа J-Design Pro. В этом видео хочу записать небольшое дополнение к тому стриму, который у нас был по расстановке колечек на поверхности сердечка. Кому интересно, можете посмотреть по ссылочке здесь наверху. А за это время Grasshopper успел обновиться, Rhinoceros успел обновиться, в Kenguru добавились новые инструменты, и теперь эта задача решается ну до неприличного просто. И этим способом я сегодня с вами хочу поделиться, так что ставьте лайк и поехали! Итак, ну давайте для начала возьмем некоторую геометрию. Вот у меня здесь есть несколько шариков, я их все выделю. Запускаем Grasshopper, переходим во вкладку параметров, берем ноду B-Rap, правый клик и Set Multiple B-Raps. Теперь у меня вся эта геометрия загружена в Grasshopper. Отлично! Но, поскольку все эти шарики еще не объединены, мне их нужно соединить в единый объем. Идем в Intersection, берем Solid Union, ноду подключаем сюда, и они все объединяются. Это у нас произошли булевые операции. И чтобы предыдущие объекты у меня не пересекались с теми, которые получились, мне нужно предыдущие спрятать. Я нажимаю Ctrl-Q, они прячутся. Отлично! Также я спрячу все объекты, которые у меня находятся в Rinoceros, они мне не нужны. Пока не нужны. Теперь переходим в Кенгуру. И здесь появилось несколько новых функций, по крайней мере у меня их в предыдущей версии не было. Находятся они вот здесь вот во вкладке Mesh. Берем Simple Remesh. И эта штука позволит нам перестроить всю эту геометрию в триангулированную сетку, аккуратненько, которая разобьет всю геометрию на маленькие треугольнички с заданной длиной стороны. Но будьте осторожны с этой нодой, потому что если вы просто возьмете и подключите сюда геометрию, то не факт, что она сработает с первого раза. И возможно она сглючит, потому что параметры, которые здесь по умолчанию установлены, они достаточно жесткие для слабых компьютеров, может не потянуть. Итак, давайте сразу разберем, что здесь нам нужно изменить. Во-первых, это длина стороны треугольника. Два раза кликаем на пустом поле и пишем следующее. Нижняя граница, допустим, это будет 0,5. Две точки. И верхняя граница, пусть это будет 3. Если вы напишите вот таким вот образом, вы получите слайдер, который будет изменять значение от 0,5 до 3 с интервалом 1 сотая, что очень удобно. Ну, поставим, к примеру, вот так вот. Два. И подключим сюда. Дальше. Здесь есть параметр steps. Steps это количество итераций, которые проходят во время построения этой сетки. И количество итераций здесь установлено на 50, что на самом деле очень много. Точно так же поставим слайдер сюда на 50, чтобы, если что, мы могли бы уменьшить это количество. Ну, поставим пока что вот две итерации. И посмотрим, что из этого получится. Теперь подключаем сюда геометрию. Обратите внимание, геометрией может быть любой объект, как нурбс-поверхность, так и сетка. И сетка, кстати, предпочтительней, потому что если на каких-то параметрах нурбс-поверхность будет глючить, то вот сетка, она просчитывается чуть-чуть лучше. Вот я сейчас попробую добиться, вот смотрите, пусть у меня поставил 2 миллиметра, и теперь эта геометрия перестала просчитываться, сетка начала глючить. Делаю меньше, поэтому вот эту геометрию, вот этот вот объем после булевых операций я перестрою в сетку при помощи стандартной функции в гросскопере. Вот она. Подключаем сюда наш биреп и сетку вот сюда в геометрию. Отлично. Предыдущие ноды я выключаю, Ctrl-Q, остается только сетка, триангулированная. Вот она. Кстати, если у вас не отображается такая сетка, как у меня, зайдите в дисплей и включите Preview Mesh Edges. Тогда вы увидите сетку и сможете наслаждаться ее формой. Теперь, смотрите, я двигаю вот этот параметр, и ничего не глючит. Все работает. Все работает гораздо лучше. И главное, что быстрее. Поставим пока так. И теперь обратите внимание на сетку. У меня есть большие и маленькие треугольники. Чтобы они стали более-менее равномерными, как раз и нужно накручивать слайдер Steps. Вот, отлично. Получилась вот такая вот сеточка. Она очень равномерная, очень классная. Но пока что она не годится для того, чтобы в нее расставлять окружности. Поэтому идем дальше. Заходим также в кенгуру. И здесь берем наш сольвер. Сольвер сразу подключим переключатель, чтобы можно было его включить и выключить. И кнопочку Reset, чтобы можно было его перезапустить. Вот таким вот образом. Нам нужно эту сетку перестроить, переделать таким образом, чтобы каждый треугольник содержал в себе окружность. За это отвечает еще одна нода. Находится она вот здесь вот в Goal Mesh. И выглядит она вот таким вот образом. Tangent in Circles. Вот это то, что нам нужно. Это вот наше сердце. Закидываем сюда сетку. Закидываем Tangent in Circles в Goal Objects. И получаем точки, которые находятся на поверхности. Но еще оно не просчиталось, потому что у меня Bullet Toggle стоит на False. И смотрите, что происходит. Некоторые точки начинают отходить от поверхности. Вот они, видите, отходят от поверхности. То есть нам нужно заставить эти точки лежать на исходной поверхности сетки. Как это сделать? Для этого есть замечательная нода On Mesh. Нам нужны сюда точки. И нужна сюда сетка. Сетка у нас есть. Вот она. А точки от сетки мы возьмем вот от этой. От триангулированной. Чтобы взять эти точки, заходим в Mesh. И находим ноду Deconstruct Mesh. Подключаем сюда этот Mesh. Берем Vertices. Points. И все это вот сюда, в Goal Objects. Держим Shift, чтобы добавить на вход эти значения. Нажимаем Перестроить. Теперь точки будут ползать также по поверхности сетки. И не будут отпрыгивать от нее куда-то в сторону. Супер. Я спрячу исходную сетку. Вот это и вот это. Чтобы она здесь не маячила. Также Ctrl-Q. Все. Вот то, что у нас получилось. Но на выходе у нас будут получаться точки. А нам нужна сетка. И чтобы получить сетку, маленькая хитрость. В Кенгуру есть лампочка. И вот эта лампочка позволит вам вывести именно ту геометрию, которая вам нужна. А нужна нам вот эта сетка, но перестроенная. Я ее беру. И подключаю также на вход Goal Objects. Вот таким образом. Теперь на выходе у меня есть сетка. Но мы возьмем не выход V, там где у нас точки, а выход O, объекты. Вот эти вот объекты содержат в себе не только сетку, но и целую кучу каких-то дополнительных сеток, которые были и сейчас их нет. И вот для того, чтобы лишнее барахло отсюда вычистить, есть нода с кисточкой. Берем эту кисточку, подключаем на выход. И теперь на выходе у нас будет идеальная чистенькая сеточка. Все. Осталось добавить последнее. Берем Mesh. Заходим сюда в Mesh. И находим здесь Tangent Circles. Вот это нода, которая нам даст все окружности, врисованные в каждый из треугольников. Здесь есть три выхода. Нас интересует средний. Для того, чтобы из среднего выхода получить какие-то объекты, мы заходим в параметры. Берем окружности. У нас же это окружности. И вот они как раз наши вписанные окружности. Все лишнее я спрячу. Вот так вот. Все лишнее спрячем. И посмотрим, что у нас получилось. Можно для того, чтобы увидеть, что у нас здесь происходит, чтобы это было лучше видно, я все окружности переведу в поверхности. Возьму ноду с поверхностями и вот так вот их перестрою в поверхности. Достаточно просто окружности подключить в поверхности, и у нас будут поверхности. Все. Теперь мы можем модифицировать длину стороны треугольника. Делать ее больше-меньше. Естественно, подождем, пока все это перестроится. Вот у меня здесь поползли теперь колечки. Все нормально, все перестроилось. Можем сделать побольше или поменьше. Если компьютер жутко-жутко тормозит, уменьшайте значение steps. Сделайте его поменьше. Например, 20. Исходная сетка перестроится, но после того, как она пройдет трансформации через Tangent in Circles, колечки все равно будут друг к другу соприкасаться. Ну, теперь давайте сделаем красиво. Для этого зайдем вот сюда, вот в дисплей. Возьмем ноду, которая раскрасит нам нашу геометрию. Сюда. И в качестве материала закинем вот эту ноду Color HSL. В качестве цвета, в Hue, мы просто подключим окружности. И у нас они все раскрасятся в разные цвета. Ну, лишнее барахло надо просто отсюда выкинуть, и оно будет вот таким вот ядреным. Все. В общем-то, теперь у вас есть некоторая заготовка, по которой вы можете расставлять камни, расставлять просто окружности, ну и как-то вообще украшать ваши объекты для вашего дизайна. Ну что ж, на этом пока все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Здесь еще будет много всего интересного. Напишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть по 3D-моделированию. Ну и посмотрите другие видео на канале, благо их много. С вами был Дмитрий Медведев. Всем пока.